На этой неделе в стране отмечали День защиты детей. Было много громких слов о дочерях, сыновьях, о внимании к ним, о будущем. Но обычно мало кто замечает и самих потерявшихся детей, и ставшие привычными призывы о помощи. Ушел из дома и не вернулся. Местонахождение неизвестно. На звонки не отвечает. Пропал без вести. Только с начала года в Омске объявили в розыск больше ста детей. Ольга Качкурова попыталась разобраться, почему и куда уходят в детстве. Ваши ребята? Ваши? Вот прекрасно. Все, мама узнала. Маме в руки даем. Все, маме в руки даем. Рядом врачи. Все, все. История исчезновения трехлетней Александры Спиркиной, ускользнувшей с дачного участка, и за ночь, прошедшей 13 километров, закончилась хорошо. Ребенок не пострадал. Но это скорее исключение. Эту маленькую девочку помнят многие омичи. Лиза Бачевская. Вместе с мамой два года назад ехала на такси. Женщина повздорила с водителем. Ее нашли с ножевым ранением сразу, а маленькую Лизу искали несколько дней. Таксист увез ребенка. Люди приезжали и уезжали. То есть расчет был такой, что там около тысячи человек. И готовы были ехать, и ехать, и ехать. Мы в 4 утра оттуда уезжали, и народ приезжал. Вся дорога вдоль, вся трасса вдоль изоостровки была забита машинами. Девочку нашли. Мертвой. Для Татьяны Баншевой, руководителя Омского поискового движения Доброспас, за 5 лет волонтерской работы это были самые тяжелые поиски. Справиться было сложнее не с физической усталостью, а с эмоциональным напряжением. Впрочем, многие добровольцы к этому привыкают. Участвуют в самых сложных и массовых операциях. Обращать внимание на плотные густые кусты. То есть, получается, залазить в них, смотреть подозрительные вещи. Мало ли что, если вдруг ребенок где-то потерялся в этих кустах, проходил, он мог там оборвать свою одежду, кусочки одежды. 90% потерявшихся детей – это, как их называют, бегунки. Те, кто из дома уходят регулярно. Дети из неблагополучных семей. Их находят быстро. Полиция знает, где искать. Сложнее с теми, кто пропал неожиданно. Десятилетний Влад Шкайдеров вместе с бабушкой собирал грибы. Женщина потеряла мальчика из виду на несколько минут. Ребенка искали 6 часов. Сразу позвонила сыну и говорю, Ваня, вот так и так. Я потеряла Влада. Ну, не говорю. Это был не разговор. Это был ор, вопль, крик. И крик вот даже не голоса. Это вообще. Самое интересное, я вот только вот недавно кому-то говорила. Слава Богу, я об этом могу говорить спокойно. Не получается уже. Перепутал автобус или вышел не на той остановке. Отстал от друзей или потерялся в большом магазине. 10-12 лет. Возраст, когда риск особенно велик. Мы решили проверить, насколько внимательны и отзывчивые мечи. И попросили сына одного из волонтеров посидеть в частной остановке. Вместе с родителями мы наблюдали со стороны. В центре города на одинокого ребенка на автобусной остановке, к сожалению, внимания не обратил никто. При этом в реальности потерявшиеся дети из-за сильного стресса ведут себя именно так. Бесцельно грудят по улице, а когда находят место присесть, просто ждут. Иногда часами. Но за помощью к взрослым не обращаются. Специалисты считают, как только пропал ребенок, нужно сообщать поисковикам и полицейским. Там, кстати, утверждают, что 48 часов, которые якобы должны пройти с момента пропажи, прежде чем заявление примут, миф. Никакого временного промежутка нет. Если возникли опасения, что человек пропал, без вести внезапно исчез, незамедлительно нужно обращаться в ближайший отдел полиции. Единственный способ избежать трагедии, как бы это банально ни звучало, не упускать детей. Малышей из виду, а подростков эмоционально. Ольга Качкурова, Константин Демиденко и Антон Щетинин. Омск. Здесь.